Старладер ТВ Старладер ТВ Старладер ТВ Так, ну и я просто сейчас не понимаю, где я. Так, 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 все, все, все нормально, мы в игре, друзья, все, смотрим. Просто у меня мираж почему-то отображался, но мы видим то, что в первом пистолетном раунде французы протаранили аплэнд, забрали, и у нас минус вторая пистолетка, но... Эх, ну, залагал Counter-Strike. Вот я просто забываю дисконнектиться с сервера, когда карта меняется, а потом мы видим вот этот баг, отсутствует прицел, и на тап не нажимается. Ну, что это такое, а? Что это такое? Ну, хоть карту видно. Так, и плюс скор даже нельзя сделать, да. Ну, это просто смешно. Ладно, давайте смотреть тогда без таба, по крайней мере, пока. Так, что ж, 1-0. Вчера Титаны, вчера Титаны играли очень качельный матч на этой карте со своими соотечественниками из LDLC, и вот сегодня довели команду Дигнитас до белого коленя, так сказать. Дигнитас, все, что нужно было сделать, это выиграть The Dust 2 и забрать первое место и 10 тысяч долларов. В итоге Титаны свою карту все-таки отыграли по собственной инициативе, задали темп игры буквально с первых раундов. Для тех, кто не видел, объясняю. The Dust и первая половина за защиту, в принципе, была сыграна настолько же, так же жестко, как вчера в матче с Virtus.pro. И, ну, так же, так, 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 в малом финале лузеров, в малом финале лузеров Титаны уронили LDLC. Ну и, в общем, сегодня потерпели у нас уже Дигнитас и остается совсем чуть-чуть. Но если Нюк тащит Титаны, то это будет 2-2. И все будет решаться на последней четвертой карте на сегодня. Вообще, в общем, за счете, соответственно, это пятая карта. И это будет инферно. Вот там как раз-таки, возможно, будут и овертаймы, и все прочее. Хотя никто не исключает той возможности, что здесь они так же будут, ибо оба коллектива на эту карту играют хорошо. Так, на третьем раунде, посмотрите, Тим Дигнитас решает закупиться и сразу же сломать планы французской команды по набору трех очков. Давайте, наверное, переключимся моментально на фетишу, потому что именно этот парень взял биатлонный расклад. Но Шокс на ноге! На ноге спокойно сносит. Вот так, будку заметил сейчас игрок защиты, Ксипникс, загнал он Бикея. Девайс в этот момент, кстати, поменял ник, пытается поджать. Дает под себя дым. Ждет Смитса. Смитс ждет его. Ну вот если минуту сейчас удастся сделать, будет хотя бы один, хотя бы один Девайс. И Смитс выходит. Нет, нет, не везет Девайсу. Смитс его отстреливает, Дюпри. Французы понимают то, что сейчас сделали два самых важных фрага. Понимают то, что у соперника Бай все, что нужно, это просто выйти нормально через Берлинтон. И скрим терпит сотый, и все. Остаются просто красные игроки, и Смитс, у которого 71. Но Смитс играет сплит-выход. Все, вот в этом раунде все может закончиться двумя-тремя патронами. Каджум дожидается экзистенса, не пускает его под маяк. Смитс на вилке один. Нужно идти ловить сейчас под девяткой врага. Он это прекрасно понимает, но также понимает, что снизу можно сделать минус. Дюпри здесь весь в ожидании. Будет ли тайминг? Нет, нет тайминга от Смитса. Бомба у Шокса в ангаре. Запутался. Каджум его напугал. В итоге тут падает, и по-моему, это 2-1. И волевой бай все-таки у Дигнита спрокатил. Еще один герой спиноходец. И вот, собственно говоря, Ксипник забирает также еще и Смитса. 1-2. 1-2, и Дигнита разворачивает ситуацию в лучшую сторону. Для себя. Для себя, несомненно. Так, меняю наклейку от мандарина на наклейку от банана. Вот, пожалуйста. В чате на Twitch.tv у нас идет действительно веселье. Так, ну финал тем временем продолжается, и Титаны... Титаны пытаются отыграть сейчас инсайт на один девайс. Вчера у них было очень много таких раундов, где брал девайс либо Смитс, либо Скрим. Пытались играть через них на эко. Сегодня, по-моему, будет то же самое, но пока загадывать не будем. Конечно, после 20-минутного перерыва я надеюсь, что команды... Вот стоит надеяться, что команды реально со свежей головой сейчас сели. Хотя я вам скажу честно, что на вармапе все эти 20 минут Титаны Дигнита сбегали и говорили, давайте, может, уже начнем. Выход на аплент, Каджун. Ну тут просто суперграмотный прием от защиты. И просто всех принимает подтайминг на гранатку, на раскидку, по звуку счет становится 2-2. И у французов сейчас не должно было остаться денег. 2-6, 3-4, 2-2, 250. Как видим, плоховато, плоховато 2-900. Ну и по 250 можно, в принципе, взять и попробовать сыграть быстро, но не будут этого делать. Так, керамбит фейт у Смитса, первый респаун. Это Тим Толк. Это Тим Толк от Экзистенса его банды. Так, фетиш. Что-то с фетишем здесь не так. Фетиш у нас играет теперь на КТ респауне. 28 лет. 28 лет этому персонажу. Смотрите, какой лысенький, а. Так, остался на тракторе. Французская команда. Что делает французская команда? Просто перестраивается. Да, матч будет поставлен на паузу, видимо, по инициативе Дюпри. Да, у фетиша проблемы. Но, слава богу, что сейчас эти проблемы возникли. Титан, подсадка, скала. Попытка пройти по улице. Смитс уже отвлекает на себя внимание. Попробует сейчас залезть и застать врасплох Смешки. Дюпри минус Смитс. Ну и Экзистенс думает. Влетает моменталка. Оп, оп, оп. Экзистенс. Увидел, увидел своего врага. Но, к сожалению, не залетают первые пули. Ну, как видим, тут 4 в 5. И... Дюпри просто зашивает последних двух игроков. Так, составы команд, друзья. Еще раз перед вами на экранах. Сейчас стоит пауза, поэтому... Я попытаюсь быстренько пофиксить... Пофиксить табуляцию. Я надеюсь, получится. Я просто на это очень сильно надеюсь. Тык-тык-тык-тык-тык. Вот это звуки. Так, ну что ж. Live, live, пауза. Снимается. И... У нас черный экран. Нет, у нас черного экрана. Все хорошо. Ну что ж, 3-2. Шестой раунд. Шестой раунд. И... Дим Дигнитес... В принципе, вышли сейчас вперед. Ну вот обменялись любезностями снова. Они с французами и будут... Но, поверьте, на самом деле здесь далеко все не до любезности. Так, Шокси на чек, ЛВП на улице. В этот момент Дюпри занимает позицию в упоре. Авик может смело сейчас просто брать и стягиваться под девятку. И помогать принимать рампы. Но выход на рампы здесь не зачитывает игроки защиты. Отдается девайс. Ай-яй-яй. Как небрежно. Было же понятно. Потому что, скорее всего, будут играть туда прямо целые банды. И Титаны вот за прошлый нюк, за вчера не показали ни одного такого мува. Шокси без проблем расправляется с Дюпри. Хотя он даже и понятия не имел, что тот может там находиться. Титаны вываливаются на нижний плент. Занимают опасные позиции. И в ситуации 3-5 лучшее решение для Дигнитеса будет уйти на сейв. Тем не менее, они пытаются давать Валбэнк на бомб-кэрри. Скрим с ножом пытается проникнуть. И увидел Каджунба. Ой, привет, говорит, сладкий. Забирает его. Но можно было резать. Все, два девайса будут сейвиться. Фетиш в любом случае уже никуда не пойдет. У него ВП Дюпри в руках. Но 5000 теряет сейчас совсем невыгодно. И Титаны все-таки возьмут третий раунд. Сравняют счеты. На седьмом уже будет решаться. В какой отрыв команда Титанс выйдет здесь. Так, выстрел. Фетиш на зуме врага. NBK. Фетишу просто так вот, знаете, не дают здесь сейвить. Ну и Фетиш, в принципе, тоже парень-то опасный. Ну, посмотрите, за ним бежал сейчас добивать его один из игроков. До ангара в итоге просто бомба взорвалась. И парень вместе с ней тоже улетел. Ирония судьбы. 3-3. 3-3. Дигнитос, Фетиш, оставил АВП. Акэмук, Сипникса. Так, первый армор Дюпри. Первый армор Сипникс. Каджун, второй. Ну и давай, соответственно, М4-1С. Также на втором арморе. У атаки один Галил, нет АВП. Раскидки на два... Ну да, раскидки, в принципе, есть на две стенки дымовые, чтобы подвесить. И, как я понимаю, Титаны предпочитают сейчас играть принципиально радио. Но это может быть А. Тут пока что еще непонятно. Возможно, скорее всего, они сейчас раскидают А. А потом попробуют выйти на рампу. Но судя по тому, что я сейчас здесь вижу... Вау! Вау! Вот это... Я не знаю. Скрим моментально отвечает. Давай смог застать всех расплох. Скрим также перехватит инициативу. Добивает второго. Дюпри пытается выйти в открытую перестрелку. Забирает Смитса на вилке. Французы попадают в сложную ситуацию. Но тут появляется на арене Шокс, который удачно зашел в спину к своим оппонентам. Падает в каналку. Его слышал Ксипникс. А вот это уже двойная ошибка. Здесь нужно было играть онли. Онли слоу-модом. И Ксипникс сейчас может просто перестрелять Шокса. Ну вот, видим, нервничает. Нервничает Ксипникс. Шокс просто стоит на уверенности. Хочет на классе перестрелять своего оппонента. Скрим уже пробрался на закрытый плент. Вовсю гуляет. Два игрока атаки находятся в каналке. Шокс просто его подождал. Они вдвоем выходят. Наап, наап. Вот это лол. Фетиш не успевает занять. Вовремя 9. Тем не менее. Тем не менее. Французы подмастили. Бомбу не стали ставить под мейн. Пытались заики в плент. Потеряли на этом секунду. АВП сыграл. Ксипникс догнал. 4-3. Такое датчане не отдают. Но титанам можно смело ставить просто нереальную респектищу. Они сыграли крайне четко в очень опасной ситуации. Ксипникс мог в любой момент ворваться в аркаду. Вот под обычным прикрытием просто взяли и ушли наверх. Ну, грамотно. Просто грамотно. Нет слов. Вроде ситуация такая. Как бы твою команду перестреляли. И обычно в такие моменты вы не контролируете процесс происходящего. Не понимаете кто где. Но тем не менее решение было правильным. Единственное, что с исполнением чуть-чуть подкачали. Ну, они ж не знали, что с девятки будет АВИК. Ну что ж, у французов намечается пока вот веселая такая вот дискотека. Они пытаются одолеть вот эту вот большую железную бочку, которая раньше была просто скалой красного цвета. И пытаются постреляться с красными ящиками. В итоге поскакали как сайгайки по крышам. Пообщались, стянулись и будут пытаться разыгрывать на один из плунтов. Ну, куда бы выход здесь ни пошел. В любом случае, что Титаном, что Дигнитосом пока не ясно, что придется принимать. Ну и Титаны готовы. Готовы разыграть со скрипом. Бомба, кстати, стоит от скрипки. Скорее всего будет десант. Так, девайс отстреливает скриму. Влетает флешка. Моментальная в упоре. Никого нету. Сплэнта. Ну, идеально. Просто идеально. Здесь вышли Титанс для своих соперников. Экзистанс сделал минус, но это всего лишь фраг. Это капля в море. Этот фраг это просто капля в море. 5-3. Два раунда преимущества. У Тим Дигнитос и Титан могут сейчас позволить себе сыграть девайсный раунд. Ну, они могли сыграть еще один эк, либо сразу же взять девайсы. Ну, посмотрите. 4-4, 3-2. Очень плохой бай. Раскидки, опять-таки, на один раз. Но есть три спауна скрима. И что он с ним будет делать? Пойдет на улицу. Ну, будут сейчас, наверное, выкуривать ИВП. А там как раз-таки Дюпри играет один. А ВП не пошло играть в ангар. Авик остался стоять. Нет, Авик будет играть с внешки. И вот этого сейчас могут не ждать. Комбинаторика позиции у Тим Дигнитос тоже присутствует, как видим. Вот самое главное, чтобы... Вау! Вот это размен! Вот это размен! Минус, конечно, фетиш сделал, но от этого легче не стало. Забрал только Капитана. Самые опасные все еще в живых. Дюпри попытается перехватить, не сойти его. И забрать за красным. Но не выходит. Не выходит этого сделать. Раткидывается флешечками. Видно, что боится Раша. Но агрессии французы не проявляют в его сторону. Выходит на Аплент. В планте будет принимать один-единственный эксипникс. И вот тут-то вот датчане уступают. Аплент практически в сухую. Двайс. Ой-ой-ой. Пытается шить скрима. Изолируются титаны. Улетают флешки. Каджун. Каджун, Каджун. Заходит в этот момент с нуля. Ключевая роль. Игра в планте. Но нет. 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 Ну вот пытались Дигнитас. Пытались. Не смогли просто засинкриться, по-моему, нормально. И Каджун сыграл вообще крайне неуверенно. Ну, одного игрока за скрипом он забирал. Ну, если бы, например, кто там был в каналках. Дюпри или Двайс. Двайс был в каналках. Если бы он не играл так нагло, так агрессивно, не дергался бы, не нервничал, то его бы просто не спалили. И можно было бы реально засинкри действия, вылезти в один момент. И вряд ли бы это смогли отконтрить совершенно спокойно Титаны. Ну, по-любому, был бы какой-то размен. Интересная ситуация на этой бомбе. Тем не менее, опять-таки, вот нестандартность поведения Титан. Ну, вот как, да? Они вроде бы напрягли спокойненько Длинный. Убрали улицу. Сделали вид, что будут заходить в этот Длинный. В итоге развернулись, зашли в мейн. В одного ксипникса, который ждал стоял Будку. И стоял он, ждал не атаку на А, а чувака, который будет просто пытаться выходить в спину и запирать. Сплит игрока. И все, это повергло в шок, конечно, сейчас Датчан. Наверное, будет теперь оставаться вдвоем на точке. И вряд ли будет кто-то играть с плента. Скорее всего, предпочтут верхние позиции. Вот, как видим, на Будке уже есть игрок защиты. Также позиции на восьми, если я не ошибаюсь, у ксипникса, да. Я думаю, он уже не будет так косящить и оставаться в пленте в опасных ситуациях. 50-ая секунда. Каджун минус со шокс. Смотрим, что будет на рампах. Каджун, в принципе, сейчас сделал просто раунд для своей команды, сдав эти два фрага. И да, скрим разворачивается с улицы. Понимает француза, что на улице тупик. Но и на рампах также был тупик. Скрим в паре с NBK. NBK пытается играть красиво, но... Позиции Дигнетас опять-таки от стеночки не позволят ему не увидеть никого. Ну и скрим последний вместе с бомбой. Ну, у Датчан уже чешется, они начинают просто его... Нет, не начинают. Не начинают и даже не пушат. 18 секунд. Скрим запутался в лестнице, остался на доске. Ну и в этот момент девайс его уже поджимал. С рампов во всей красе расправился в спину. 6-4. Вновь в два раунда преимущество. У Тим Дигнетаса китан всего лишь четверочка. Вот получится ли Дигнетасом, или не получится, удержаться в первой половине хотя бы в 10 раундов. Взять свою планку в 10 раундов. Вот это действительно пока непонятно. Мы этих парней еще на этой карте не видели. Титаны вчера на этой карте были более чем великолепны. Но судя по тому, что Дигнетас в упорной борьбе, ну, при попытке камбэка даже, можно так сказать, отдали до ДАС-2. Здесь, я думаю, у них план стоит как минимум 15 раундов взять первыми. Но если Титаны, напомню вам, разворачивают на этой карте, то мы будем смотреть уже точно последнюю карту этого гранд-финала, и это будет инферно. Вот там вот есть двойной интерес. Во-первых, Титаны эту карту играют с огромным удовольствием и всегда показывают уровень. Во-вторых, команда Дигнетас играет эту карту с наибольшим удовольствием, наверное, даже, чем Титаны, и разрывает просто всех подряд на ней. Вот эти две команды могли бы на инферно играть, наверное, до утра овертайма, и там, возможно, их было бы пять. Хотя здесь овертаймы тоже не исключены. Смит с попытки сыграть на ноге, но поставить не удалось. Здесь фетиш. Ну, фетиш очень хорошо защищает улицу. Правда, надолго не хватило от скрима, в принципе, пистолета. Он не скрылся. Дюпри, мейн. Каджун. Все. Остается Шокс. Ну и Глок Шокса здесь просто... Не конкурент. Датским пистиком, датским девайсом, 7-4, три раунда разница. Титаны все еще пока что... Не, ну Титаны уже вроде бы в зоне комфортного счета. Ведь во французских, ведь в матчах типа дерби, да, им было достаточно в первой половине за атаку взять два-три раунда вообще. Это для них уже была зона комфортная. Во второй половине просто железная пистолетка и камбэк. Но опять же, это мы говорим о дерби, да. Смотрим, мы совсем... Совсем другой КС. В стиле игры придерживаются игроки совсем другие. Так, фетиш. Удачный тайминг против экзистенса. Непонятно, почему Друнл сбежал просто, сломя голову, как колобок. Ну, как колобок катился по лесу, его съела леса. Вот так же здесь бежал экзистенс. Не знаю, он, наверное, раскидал дым, подумал, да я пропрыгну за мейн, там как раз потом упадет дым, я выйду, зайду в мейн, но нет. Тем не менее, французы перестроились под сплита. Два игрока с нуля, два игрока с мейн. Идет выход, первый фраг на точке А. Делает хипник с Дюпри. Суппортит, забирают хипниксы на восьмерке, но что вы будете делать с фетишем и с Дюпри, пока не ясно. Ну и в итоге все, в принципе, заканчивается логичным. 8-4, первая половина за командой Дигнитос. Титаны встают в тактический тупик и теряют нить к игре. Нужен эко и нужно выдохнуть. И, наверное, на этом эко они как раз-таки это и попробуют сделать. Берут пистолеты. Будут, видимо, долго тусоваться на крыше. Ой-ой-ой, как долго. Ну что ж, давайте смотреть, куда же все-таки отправятся сейчас французы. Так, бомба экзистенс лезет наверх. Так, фетиш заходит в ангар. Дюпри, мейн. И ждем от Дюпри экшена. Спокойно принимает дверь. Фетиш отстреливает Шокса. Ну, в общем, тут даже тем толку у французов как такового не получается. Сейчас Дигнитос поймут, что там дискотека на дуге. Ой. На крыше. Ну и вот, пожалуйста, Канжуп. Каджумп. Вообще без комментариев. Вау-вау-вау-вау-вау. Давай-давай-давай-давай. Ну, экзистенс. Слушайте, Скрим, по-моему, очень сильно обрадовался тому, что... Опа! Опа, чё? Тиммейты отдались, но у Скрима есть ТВП. А-а-а! О-о-о! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, вы видели, что было? Скрим! Ну, вот Скрим думает то, что с маяка кто-то будет его забирать. В итоге поднимает бомбу, меняет девайс. Уже минус три у него есть. 27 секунд до конца раунда. Ну, вот выходить в перекрёстный огонь, конечно, не самое лучшее решение. Знает он то, что два на, ну и вот она ошибка. На самом деле, мог забрать бомбу, мог попытаться уйти вниз. Но он понимал... Ну, даже если бы он уходил вниз, его бы быстро просто приняли с туннелей. Совершенно спокойно. Один падает в вентиль даже. Ну, там скорее всего, бомбы сразу упали. С двух сторон затушили парня. Тем не менее, у Дигнитас есть девять раундов. У Титанов всё ещё четыре. И они пытаются войти, попытаются сейчас забрать свой пятый. Отправляются на улицу. Так, раскидка от Шокса. Это первый смог, который должен изолировать сейчас Айвик. Ну, посмотрите, вот все те же самые позиции на девайсном раунде занимают Дигнитас. Если против Эка они целенаправленно, вот, например, тот же Фетиш пытается занимать Ангар, то здесь этого даже не происходит. У Фетиша сейчас просто... Ой-ой-ой! Титаны просто зачитали! Зачитали Фетиша! Моментально прогрили Вэлбэнгом, увидев дуло, и... АВП не сыграло своей роли. На шифтах проходят улицу. При том, что в длинном не палятся. Занимают либо втроём, либо вдвоём. Очень жёсткий тимплей. НБК остаётся на крыше. Ксипникс занимает вентиль. Тайминговая флешка. При том, что работает она на все 100. Поджима нет. Ксипникс уходит обратно на А. И у Дюпри сейчас весьма интересный момент. Он слышит весь длинный. Ксипникс! Ксипникс! Забирает бомб, Кэрри! Дюпри! Ой-ой-ой! Завтыкал! Не увидел! Не увидел Смитса, который успел выйти из вентиля. Второй минус сейчас будет от Смитса. Нет! Тут Табелла Каджум с вилки видит спину. Убивает и Смитс в шаге просто от того, чтобы затащить. Затащить и вывести ситуацию на 2 в 1. Отдаётся. И ситуация, тем не менее, 2 в 1. Не в пользу его команды. В итоге Шокс пытается на планете поставить бомбу. Дёргает Девайса. Но тот контрит его с лихвой и спокойно. 10-4. Сторона защиты пока что полностью работает на датскую команду. И Титанам нужно придумать что-то с 5-ым раундом. 3-9, 4-5, 4-7, 4-6. Ну, на бай комфорт не хватает парням из команды Титан. Смотрим статистику. Вот статистика скрима. 13-11 стабильно. Шокс пока не проснулся. Но то ли ещё будет. Вторая половина на самом-то деле покажет, кто здесь круче. У Титанов защита сильная. Но Дигнитас... Я не видел их ни разу на нюке. И они могут удивить своей атакой. Так, первый закинул якорь. Двайсу не дали сыграть в аркаду на рампах. Но он, по крайней мере, собрал инфу. И, соответственно, выхода быстрого, наверное, здесь мы не увидим на рампу. После этого фрага. А Титана не пытаются выйти на Ксипникс. Слышит то, что он литопает. Выходит, забирает Аплэн. Пытается стреляться с буткой. Не контрит стрельбу. И НБК перехватывает инициативу. А вот это вот уже интересно. Вот это вот уже интересно. Каджум буквально наказывает и прострелом забирает в голову НБК последней пулей. Двою налево 1 на 1. Шокс против Каджумба. Даня против Франции. И я даже не знаю. Два игрока пытаются прочитать действия друг друга. Каджумб уходит в этот момент на рамп. Так, Шокс пытается сыграть красиво. Падает в каналку. Каджумб перемещается на маяк. Шокс уже ставит бомбу снизу. Все, Шокс слышал маяк. Шокс слышал маяк. Закрывает спокойно дверь. Понимает то, что Каджумб находится сейчас. Ай-яй-яй, великолепно. Великолепно. Вот едва-едва сейчас Каджумб не задефузил эту бомбу. Но увидел Шокс и попал. Посмотрите, оставил 24. БТЛ. 10-5. 10-5. Первая половина заканчивается в пользу Team Dignitas на этой карте. Я вам напомню, друзья, что результаты по картам. Вообще, с учетом того, что Dignitas вышли с верхней сетки, это 2-1. Это 2-1. У них одна карта преимущества. У Титанов пока что один отыгранный Дедаст. Первую Dignitas и Mirage забрали практически без шансов. 16-5. Ну и вот сейчас уже 10-5 на третьей карте. Будет ли четвертая? Узнаем, по-моему, прямо сейчас. Твиттеры, привет и все прочее. Подписывайтесь на СЛ4MTV. Жду вас в своих подписчиках. Все, смотрим. Первый пистолетный, второй половины. Шокс желает получить удовольствие датчанам от процесса. И посмотрите, датская команда. Ну вот, кто-то играет в тактику, кто-то играет в стратегию. Датчане играют тупо. Марс, бросок по улице всей бандой, всей кучей проходят. Оставляют одного Каджунб на Мэйне. Для чего... Ну, понятно. Понятно, для чего. Но у французов есть, как бы, сейчас тот, кто сыграет из-под тяжка. Как видим, находится один из игроков сейчас в коротком. Бомба ставится. Смитс может застать врасплох просто. Открывается дверь. Смитс не убивает. В каналах загоняет НБК. Смитс играл свою роль. Два в три ситуации. Надо пытаться как-то отстреливаться на точке. И, в общем-то, пистолеты от французов все-таки оказались сильнее. Но во многом благодаря Смитсу. Размен, конечно, был выигран. Сначала Дигнитасами, но что-то как-то не уверенно. Один красный, один с вилки, один на планете. Бомба тоже на планете. Но тут просто не дадут сейчас сыграть Двайсу нормально. Перестраивается на длинный. Иглад. Я думаю, здесь уже просто Двайсу не выжить. Он пытается просто хоть что-то выжить из этого. Какой-то минус. Перекрестный огонь. Три стороны. Вот это! Забежал. Смитс, наверное, даже испугался. То, что на него вылетает парень и даже на него не смотрит. 10-6. Первая пистолетка за Титанами. А вот это уже интересно. Это уже... Это уже говорит о том, что Титан не сдадутся. Просто так не сдадутся. Все-таки финал на 10 тысяч с лишним долларов. И проигрывать как-то не хочется. Вся Франция сейчас болеет за Титанов. Ну, хотя, с другой стороны, все скандинавты болеют сейчас за Дигнитас. И часть из них русскоговорящее население. Именно. Так. Дюпри девайс добегались. Шокс вообще красава. Фетиш не зашел в мейн. Все, Каджум последний. Но без церемонии. Как видим, датчане играют пока что без церемонии. И ничего сверхъестественного на Эко не показывают. Зачем взяли чешки, непонятно. Но если Дигнитас не берут первый девайс на раунд, то тут можно будет смело сказать, что Титаны такое не отдадут. Ну, просто не имеет смысла такое отдавать. И мы уже с вами будем смотреть Инферно, где разговор будет совсем... Где разговор уже будет совсем другого характера, другого плана между этими командами. Под разговором я подразумеваю их самоотдачу в этом матче. И там уже у датчан должно будет просто бомбануть. Но кто первый здесь начнет тильтовать, тот, собственно говоря, и проиграет эту карту. Смитс, плетка, улица. Неожиданно. Господи, я просто... Смитс убивает просто полкоманды, Дигнитас и... В общем-то, все, что можно сказать, это... Дюпри, удача. 4 в 2. Каджунт минус НБК. Ну, планово, планово работает пока что Дигнитас. Ситуация тяжелая, но тем не менее пытается из нее выбраться. Вот здесь уже интерес. Посмотрите-ка, Дюпри остался стоять улицу, он не стал проходить длинный. И в ситуации 2 в 3... 2 в 3 это не 4 в 2, 2 в 3 это совершенно рабочий момент. И, по-моему, будут ловить экзистенсы сейчас. Хотя времени остается 34 секунды, 33. На организацию атаки. Самое главное, миновать экзистенсы. Хоть как-то. Главное, Дюпри здесь нигде не натопать. И в итоге слышит, слышит Дюпри здесь экзистенсы. Тот его, по-моему, даже не видел. Скрим зашел в ноль. Прочекал инсайд. В инсайд никого. Дюпри переместился к Аджуму. Тот уже готов взять под контроль каналки, но не знает то, что здесь находится Шокс. И, по-моему, при установке бомбы Шокс просто выйдет и задаст жару. Ну все. Все. Этот раунд закрывают и оставляют за собой Титаны. Чистное преимущество было реализовано. 10-8. 10-8. Разрыв 2 раунда. И можно уже смело сказать, что даже в 1. Потому что сейчас Дигнитас не рекомендуется делать волевой бай. Они это так же прекрасно должны понимать. Потому что потеряют тогда вообще все деньги. Это уже начинает быть похожим на какую-то злую штуку. Давайте посмотрим статистику. После первой половины у Каджумба настрелян 11. 17 на 11. 17 на 10 у Дюпри. Ксипнекс 13 на 10. Средняя игра в Апленте. 11 на 10 Девайс. И 9 на 9 у Фетиша. Титаны здесь играют, поверьте. Титаны здесь играют не для того, чтобы выиграть... Играют в камбэк. Играют не для того, чтобы выиграть 10 тысяч долларов. Понимаете? Титаны это та команда, которая в этом году осталась без титула. Без хоть какого-либо. А в том году это была, грубо говоря... Это был топ-1 коллектив. Ну, до, разумеется... До Дримхака, если там, да, посмотреть. То все ивенты по факту Титаны забирали. Готовились к Дримхаку, но там... Русскоговорящие населения... Вот мне сейчас намекают, что русскоговорящие населения болеют за тех, на кого поставили. Ну да, слили на девайсах, да, на каком-нибудь CSGO лонже. Ну, вы можете ставить на и-гейминг бетс. На реальные деньги. Там будет такое боление потом. Так, Дигнитас, раскидка аплента. Но что-то Каджун... Не, зашел, прошел, МБК. Все, закрыли, закрыли. И удачан уже не получается. Уже не получается. Уже в меньшинстве. Ну, длинные занимают. Но как дальше-то разыгрывать? Ведь тут сплит-атаки не получилось. Фрага ни одного не сделана. Выходить на точку это... Вот сейчас, знаете, что будет делать? Да-да-да-да-да-да-да-да. Дюпри сразу даст смок сюда. Даже гранату. Он уже просто понимает то, что, скорее всего, там кто-то есть. Так, НБК ошибся. Ксипникс перекрыл. Снова 4 в 2. Ну и датчанам остается только сидеть и ждать. Потому что больше здесь... На большее здесь вряд ли получится как-то выйти. Пока Ксипникс. Дюпри. Забирает Смитса. Тут, конечно, уже косячок в Дюпри. Надо было как-то проходить. Забирает АВП, попробует сделать еще один фраг. Но с каналок никто не заходит. В этот момент его поджимают с нуля. Меняется новый девайс. Но 1 в 3 это тяжело. И в любом случае на тупик. Экзистенс в маяке. Шокс на радио. На ноль как бы не пройти. Пролезаешь к каналке. И тебя в любом случае закроет Экзистенс. Ну, Дюпри будет ставить бомбу уже на экономику. И... Успевает. Успевает ее поставить. Его моментально, естественно, выкуривает скрим. Счет становится 10-10. Французская команда его сравнивает. Но Дигнита сделает себе экономику. И, скорее всего, это будет девайсный раунд. Но давайте смотреть деньги. Нет, вряд ли. Будет очень мало денег. О-е-е, как мало денег. Хотя нет. 4-8-4... 4-2-4-5-4-8-4-8-4-8-5-7. Нормально. Нормально. Можно купить. Даже на АВП хватит, если они захотят, конечно, с ним играть. Но Фетиш, по-моему, не испытывает огромного желания, да, выходить на улицу и пытаться отстреливать Смитса. Ну, Смитс просто на данный момент один из лучших дейферов вообще улицы. Но он играет с плеткой. Ну, сейчас с АВП, но, в принципе, этот парень... От него всегда можно ждать плетки. Шведов, он любит с плеткой убивать. Все. Не вышли датчане на А. Закидывают полностью в точку. Исправляет с позиции НБК. Скрим. Скрима просто не заметили выдвания бомбы. Берлин там просто разрывает. Разрывает. И датская команда ест. Ест этот французский свинец с таким вкусом и с такой скоростью, что я даже понять не успел. Ну, короче, скорость французов. 5 датчан в 3 секунды. Или скорость скрима 3 датчана в секунду. Я не знаю. По-другому, по-моему, не скажешь. 11.10. Тим Дигмитас пытались взять сейчас на рогах этот раунд в итоге. Ну, нельзя так играть с вригейм. С ними надо быть хитрыми. Опять же, вот Адрен вчера говорил, что быстрые раунды... Быстрые раунды против Титанов просто тупо не работают. Здесь нужна реально стратегия. Реально понимание. Против таких парней надо прятаться. Надо знать, где прятаться, как прятаться, куда прятаться. Подымляет Каджумба. 4 в 5. Нет, все, не открылся на НБК. Смит уходит на нижний плент. Смит в этот момент должен перестроиться на... Не, останется Дефитя, скорее всего. Ну, и датчане 4 в 3. Первый раз имеют, вроде бы, за эту половину какие-то позиции. Но выбирают сейчас вообще не то пространство для атаки. Вот, пожалуйста, НБК, Ксипнекс и все. Это тупик. 12.10. Титаны полностью перехватили инициативу, сбили экономику команде Дигнитас. И датчане могут купить еще раз, но не знаю, осмелятся ли. По-моему, они уже начинают тильтовать. Они уже начинают понимать, что вот сейчас Титаны нас перевернут. И карта до Инферно будет... И карта до Инферно будет не совсем то, чего мы ожидали, да, парни? Правильное решение от датской команды. Играют Эко. Знаете зачем? Затем, чтобы попытаться собраться. Если фетиш сейчас соберется, и Ксипнекс тоже, то эти парни могут... Могут играть ничуть не хуже, чем тот же НБК и Шокси. Но глядя вот на то, как они убирают... ...бедолагу Смитса в пятером и не могут его добить, это вообще смешно. Шокс, Сбрей и давайте смотреть статистику. 19 на 13 набивает сейчас Ричард Попилу, он же Шокс. 4 МВП, 50 очков, 21 на 14 скрим, Смитс 14 на 18, 11 на 14 экзистенс, НБК 13 на 18. Ну, Натану играть точно не дают, но все фраги на приеме. Первый он делает совершенно спокойно на рампах. Атака Дигнетас, фетиш, 10-14, 11-15, Девайс, 17-15, Ксипнекс. Ну, парень, который остается последний, стреляет, но у него ничего не получается. Дюпри 20 на 15, а толку от них тоже пока что никакого. Ну и вот вроде что-то целесообразное у Дигнетас вырисовывается. Давайте посмотрим на Девайса, потому что он должен убирать Натана Смиттер с вилки. Там все еще лежит Смок. И продлил, продлил Смок, НБК. Этого по-любому Девайс не ожидал. По плану он, наверное, хотел... Так, дает декой. Чтобы не спалить АВП. Залетают флешки. Поджима нету, но Девайс готов ко всему. О-о-о-о, все. Сейчас еще просто... Еще, нет, флешки залетели. Граната залетела. Третий дым залетел на рампах. И все, Датчаня в тупике. Ну, по крайней мере, они сейчас показали то, что они присутствуют на инсайде. В этот момент Ксипникс и его тиммейт проходят совершенно спокойно, без каких-либо препятствий. В длинный, на нижний плент. Разбивается решетка. Дигнетас готова сейчас запирать АПЛЕНД и одновременно атаковать закрытый. Но что скажет на это сейчас НБК? Мне интересно. О-о-о-о, вот это да, вот это да. Шокс, зажим. Шоксы убивают. Дигнетас, неужели получится? Два в три, два в три. Девятка танцует, уходит живой Смитц. Как это происходит, я не знаю. Давай, последний его просто разрывают. НБК, красава, 14-10. Он просто... Вы поняли, что произошло? НБК просто зачекал весь раунд. Он понял то, что это А, это не будет Б, это не будет фейк А или фейк Б. Это будет тупо А, потому что игроки атаки уходили через вентиля, понимая, что рампы не открыты. Но это называется на букву, вот есть такое слово, О, босс, ну вы поняли. И именно сейчас это происходит в составе датской команды. 14-10, парни, все, парни вошли в тильф, побежали на А и шансов закрыть здесь. О, все, ну тут скрим просто может развлекаться. Дюпри 2 не сгорел, в него залетают гранаты. Девайс будет драться, остается 1 в 2. Хе в девятку. Не взрывает в 9 игрока защиты. НБК будет ждать 74 хп, еще остается плюс ЦЗшка и как бы АВП. Девайс уходит вниз, ставит бомбу, попробует потянуть этот клащ, выходит в длинный. А тут товарищ Папилон, который прострелом устраивает из Девайса Папирус. И это 15-10, титаны берут ничью. Короче, я рад, что будет четвертая карта. Четвертая карта на самом деле покажет нам... Не, все, четвертую карту титаны просто будут обязаны брать. Если они ее не возьмут, то... Весь их пот, все их слезы, вот на этой карте могут закончиться для них дисбандом. Я шучу. Надо тащить. Надо тащить. Титаны мы хотим инферно. 15-10, 5 раундов разницы. Дигнетес делает свой последний бай, возможно последний бай. Титаны готовятся к быстрому раунду, понимают, понимают вот после последних рашей от Дигнетес, что парни уже сдались и скорее всего попробуют сыграть быстро. Но несмотря на то, что еще от понятия на Дигнетес вроде понятно, что тут как бы тупичок, они предпочитают импровизировать, разбрасывают улицу, пытаются пройти в длинный. Экзистенс. Родился в рубашке, зато прошил неплохо сейчас Дюпри. Ну, Шокси просто я... у меня нет слов, что сейчас сделал Шокси. Ну, все, друзья, это 16-10. Это 16-10 на третьей карте и... Я даже не знаю. Я даже не знаю, что может быть хуже. Многие знают, что один есть в будке, восьмерка контрится, 7 пуль есть, один из игроков находится на нижнем пленте. Давайте, наверное, смотреть за Девайсом, потому что он сейчас попробует зайти в спину к игрокам защиты. Пока еще ничего не закончится, нет никакого 16-10. Девайс. Вот это разминулся со Смитсом, вот это тайминг. Прорашил Энбикея, игра против Фронтекса, минус Экзистенс, анал-карнавал, Смит забирает фетиша. Что творит Девайс? Две секунды не успевает, это все-таки 16-10. Ну вот какая боль, какая боль, друзья. Какая же боль. 2-2. 2-2, и мы с вами будем смотреть четвертую карту этого финала. Это будет инферно, и оно будет очень, очень и очень лютым. Французы догоняют по счету датскую команду. Мы увидимся с вами через несколько минут. Далеко не уходим. Это будет инферно. И начало матча через 5 минут, как говорят нам сейчас судьи Фрагбайт Майстерс. Фрагбайт Майстерс.